Привет, друзья! Когда-то я записывал видео о тенденциях развития России и США и утверждал, что уровень жизни в России в перспективе будет куда выше, чем США, на что получил достаточно большую порцию критики. И вот спустя несколько лет уже сами жители звездно-полосатой державы подтверждают мои слова. В общем, послушайте, что они думают об американской мечте. Я здесь 45 лет, так что мечта уже давно прошла. Остались только реальные, да? Да, работать надо в России, а не здесь. Здесь нечего делать. Если, конечно, вы не будете зарабатывать миллион долларов в год, здесь нечего делать. Ну, сейчас вот где-то 150 тысяч, например, если человек зарабатывает, он считается бедный? Ну, считается, что все на нем лежит. Ну, 150 возьмут там налоги, квартира. Если в Манхэттене 3,5-4 тысячи квартиры, и что остается? Нету смысла. Лучше в России иметь 50 тысяч долларов, чем здесь 150. Согласен. Ну, и все. Даже меньше можно. За квартиру Мейнтонса нету, Реалестейта нету. Можешь купить хорошую квартиру в Питере там за 150 тысяч. И ничего не платить. Платить, ну, сколько? 2 тысячи рублей будешь платить. А как же вот свободу слова здесь, там? А какой свобода слова? Все здесь булщит, блин. Булщит, да? Какая свобода слова, блин. Вот что с Трампом творят. Это свобода слова? Это геморрой какой-то. Вот, посмотри, мусор стоят по 3-4 недели. Один раз снег пошел. А мы давай посмотрим на мусор. Приходят, тебе дают 300 долларов. Вон, посмотри, сколько мусора. Никто не забирает. Три недели никто не забирает. Это что здесь за работа? Один раз снег пошел. А это снег выпал? Ну, а здесь все, и мусор не забирают. А метро? Подождите, а если здесь так плохо, а почему же вы не уедете в Россию тогда, если здесь плохо? Ну, я 6 месяцев в году в Россию. А, вы 6 месяцев тут, 6 месяцев там? Да. Где вам больше нравится? В России, конечно. В России, да? Да, а что здесь делать? Ну, как что делать? Можно купить дом американской мечты, например? Люди купили этот дом. Но оказалось, тут какая-то фундамент проблема. Либо корни, либо что-то там. И люди, которые американцы купили, испугались. И срочно пытаются продать. Ну, они заселились, прожили одну ночь. Испугались, что что-то не то, фундамент не тот. И съехали на второй день. Или на тот... Короче, съехали. За 300 тысяч купили. И готовы его продать тоже за 300. Итак, знакомьтесь. Дом 1915 года постройки. Находится в городе Сакраменто. Правда, не в самом лучшем районе. А, давайте, пока мы там. Просто мы посмотрим соседей. Если видите соседей, вы поймете, что район не очень хороший. Потому что тут соседи. Ну, допустим, смотрите, сколько у них хлама. И это у всех так. Как машина старинная стоит. Напротив, мексиканская музыка валит. Такой с басами хорошим. Контингент, который живет в этом районе, это мексиканско-китайско-черный. Я район скину, школы здесь никакие. Но для такого одинокого там или взрослых людей, которым школа не важна, может быть, может быть, это классно. Конечно, классно. Да хрен с этой школой. Ты лучше покажи, как выглядит внутри этот дом за 300 тысяч американских долларов. Потолки маленькие. Ну, за все прикольные камни. 300 тысяч долларов. Да, пока мне говорят, это маленькая комната, но она такая уютненькая. Есть сверху лампочки. Потолок какой-то очень маленький. Я вот стою и прикасаюсь. Выход. Кондиционер центральный. Вот это, что радует. Вот холод дует. Лежара. И вот теперь мы можем видеть трещину в доме. И она пошла. И это, я думаю, это уверен, связано с этим деревом. Так вот, значит, ты какая американская мечта. За 22 миллиона рублей купить дом с треснутым полом, с потолками в 2 метра, в стремном районе и без школы. А вот так выглядят ужасы загнивающей России. Это мое видео из города Тулун Иркутской области. Эти дома были построены за сертификаты, которые получили пострадавшие от наводнения 2019 года. В среднем каждый такой новый дом обходится от 4 до 5 миллионов рублей. Это по 45 тысяч за квадрат. То есть раз в пять дешевле, чем столетний дом американской мечты. Кстати, рядом есть и неплохая школа с двумя бассейнами. А что же можно тогда в России купить за 22 миллиона рублей? Например, в Самаре или Нижнем Новгороде. Вот этот домик в Самаре в 500 квадратов стоит 19 миллионов 200 тысяч рублей. А это уже Нижний Новгород. Дом 2012 года постройки. На территории стоянка для четырех машин, бассейн и много чего другого. И таких домов по России валом. Короче, считайте сами. Давайте по цифрам прогоним. Вы будете платить 2000 в месяц. Потом вы будете страховку платить еще, может, баксов 70 в месяц. Потом вы еще будете платить электричество, баксов 70 в месяц. Газ 50-30 в месяц. Интернет 50 в месяц. И все. Но это до тех пор, пока не придут морозы. Сотни и тысячи техасцев пострадали от снежной бури. И после этого они еще очень сильно пострадали. После того, как электрическая компания Гриди, которая предоставляет электричество мелким оптом, прислала им огромные счета. Я сама, собственно, лично получила счет на 7 с лишним тысяч. У меня маленький домик. Я много видела историй в сети, где у людей счета были 15 тысяч и 17 тысяч. И это, друзья, всего за 4 или 5 дней, когда электричество либо не было совсем, как у некоторых, либо оно было, вот как у меня, 6-7 часов в ночное время. Что такое 7 тысяч долларов для обычного американца? Так, фигня. Но среднестатистические американец, знаете, какая статистика? Что незапланированные расходы больше 200 долларов могут ввести их в состояние коллапса. У них нет, тут очень много людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Друзья, вот у меня к вам вопрос. Вгонит ли вашу семью в коллапс непредвиденные расходы в 15 тысяч рублей? А? Хотя по соотношению цены-зарплат 200 баксов у них это как 3 тысячи рублей у нас. Но разве кто-то будет заморачиваться этим соотношением? В нашей либеральной тусовке вообще принято сравнивать лишь доходы американцев или европейцев. С расходами заморачиваться у нас не принято. У нас вообще принято сравнивать несравнимые вещи. И яркий тому пример Илья Варламов. Поговорим вообще о зонировании, о том, как должен выглядеть хороший парк, хорошая набережная и что здесь могло бы появиться. Поскольку меня будут, наверное, смотреть ростовчане, многие будут смотреть первый раз. У них, конечно, будет дико бомбить. Я уверен, многим ростовчанам это кажется просто вершиной благоустройства и набережно-паркового искусства. Давайте перенесемся в далекий Нью-Йорк. И в Нью-Йорке есть, наверное, одна из лучших набережных. Я ее показывал, это Бруклин Бридж Парк. Это набережная вдоль Истривер в Бруклине, которую они сделали как раз в районе Бруклинского моста. Очень удобно. Раньше там была такая промзона, там были пирсы какие-то, непонятные склады. Теперь они там сделали классную набережную и она интересна как раз зонированием. А мне вот больше интересна его стоимость. В 2001 году Бруклин Бридж Парк планировали построить за 150 миллионов долларов. А уже к маю 2002 года его ценник вырос более чем в два раза. До 360 миллионов долларов. Кстати, итоговой цифры во сколько же обошелся этот замечательный парк Нью-Йоркским налогоплательщикам я так и не нашел. Но даже если предположить, что эта цифра была финальной, то с учетом всех инфляций сегодня стоимость этого парка должна быть не менее 800 миллионов долларов. А теперь вернемся в Ростов. Во сколько же в Ростове парк обошелся налогоплательщикам? По официальным данным его строительство обошлось в 677 миллионов рублей. Или 9 миллионов долларов, что почти в 100 раз дешевле, если бы Бруклин Бридж Парк строился бы сегодня. А теперь пусть Варламов расскажет, что же еще хорошего есть в Нью-Йорке. На деревьях висят вот пакеты, а вокруг такой... А вот то, что я вам говорил, стакана над дорогой. Ржавая, шумная. Да-да-да-да. Я даже не знаю, с чего начать. Возможно, это самый официальный, всратый бульвар в мире. Здесь какие-то лужи с глиной, все такое волнистое, покосившиеся фонари стоят. Вот, вот на Манхэттене, посмотрите какой бульвар. Ну и чтобы было совсем хорошо, чтобы было совсем красиво, в конце есть лавочка, перед которой лужа. Говоря про проблемы Нью-Йорка, нельзя, конечно, не отметить мусор. Вот, видите, так это иногда выглядит. В Нью-Йорке мусор выставляют прямо на тротуары. По идее, должна проехать мусороуборочная машина, которая эти пакеты и мешки с мусором заберет. Вот, но иногда они стоят довольно долго, иногда они рассыпаются, и ветер этот мусор разносит, потом долго не убирают. В общем, действительно, на тротуарах иногда возникают какие-то локальные свалки и помойки. Вообще, улицы здесь убирают гораздо хуже, чем, например, в Москве. Помой, льющийся по тротуарам, это нормальное здесь явление. Мусор, эти мусорные мешки, это нормальное здесь явление. А в Манхэттене, где плотность населения, всяких там бизнесов и ресторанов гораздо выше, там иногда целые горы этих мешков стоят на тротуарах. Все это смотрится совершенно неприглядно, хотя нью-йоркцы к этому привыкли. Мусор, какая-то срань, какие-то шприцы валяются. Это тоже такая чисто нью-йоркская тема, остатки скелет велосипеда. Поскольку воровство велосипедов здесь поставлено на поток, снимают все, что плохо привинчено. Колеса, седло, руль и так далее. И вот в какой-то момент остается такой вот скелет, который потом городские службы уже спиливают и утилизируют. Сами дома грязные-грязные окна, но это не главное. Главное то, что народ просто выбрасывает мусор в окно. Поэтому под окнами у нас такой вот пи***ц. На деревьях висят пакеты, а вокруг такой пи***ц. Вот она, Америка, и такой тоже есть в Нью-Йорке. Смотрите внимание на такие вот, практически азиатские сопли проводов. Да, в Нью-Йорке есть и такое. Вот они с соплями висят, паутиной. Вот так вот все выглядит. Вид уличных кафе в Нью-Йорке никто не регламентирует. Сейчас из-за коронавируса владельцы ресторанов начали громоздить себе какие-то палатки, и улицы превратились в настоящие трущобы. Палатки сооружают буквально из говна и палок. Выглядит хуже, чем шаурмичное на автобокзале в каком-нибудь усть-пи***ц. Магазины и офисы заколачивают фанерными щитами свои витрины, опасаясь погромов. А рестораны сооружают палаточки, тенты, чтобы можно было зимой кормить людей из-за коронавирусных ограничений. О, дивный 2020 год! Вот такой вот Нью-Йорк, не всегда прекрасный. Иногда это такие ржавые эстакады, все завалено машинами. Нет тротуаров, нет возможности перейти дорогу. Во многих местах эти ремонты тянутся годами. В них лежат, видите, вот эти вот металлические плиты. Кстати, американское метро такое грязное, в том числе и потому, что оно не закрывается на ночь. Его сложно убирать и обслуживать, как, например, московское метро. Обратите внимание, вход в метро какой-то подвал грязный просто. Какие-то коробки, вот давайте, смотрите, вот это вход в метро. Все обосрано, реально страшно туда заходить. Я сейчас еду на эскалаторе, и я буквально могу трогать потолок. Руками это очень грязный, низкий и отвратительный потолок. И снаружи, и вся внутренняя инфраструктура какая-то старая и ржавая. Народ не стесняется залезать с ногами на сиденья, на полу валяется мусор. Просто посмотрите, сколько мусора валяется на путях. Настоящая помойка, вон протекает, вот эта вот ржавчина, вот эти вот потёки. Вообще жесть. Посмотрите, дизайн поезда. Вагон, такое впечатление, что он это, для скота. Такие маленькие окошки, ужас, очень некрасивые в Америке поезда. Такой вот Нью-Йоркский парк. Если вы думаете, что здесь везде шикарное благоустройство, нет. Опять же, такой же разбитый тротуар, по которому на велосипеде неудобно ехать. Это вытоптанные газоны, это примитивная, почти наш к силу, детская площадка. Ну, правда, такая большая, но, тем не менее, да, совершенно убогая такая детская площадка. Так вот выглядит парк. Разбитые дороги, вот хотите, грязюка, да, тут где-то росло дерево, дерева нету, всё вот это вот, страшные фасады. Автобусная остановка, да просто, видите, воткнули палку, и вот вам автобусная остановка. Ни о каких там красивых павильонах и речи не идёт. А теперь судите сами. Вы лично готовы отказаться от строительства новых дорог, новых школ, новых больниц и детских садиков в вашем городе ради одного классного дизайнерского парка, треть стоимости которого, кстати, ушла его дизайнерам, вроде Ильи Варламова. Нет, я ничего плохого против классного дорогого дизайна не имею, но я считаю большая глупость, когда на это тратят последние деньги. И ещё очень важный момент. Вы никогда не задумывались, сколько в прошлом году в США или Европе было построено новых детских садиков или школ? В России, для сравнения, детских садиков было открыто почти 300, а планировалось вообще под 400. А сколько было открыто новых больниц или мостов, к примеру? В Генуе прошла торжественная церемония открытия нового автомобильного моста Виадука Сан-Джорджа, построенного на месте обрушившегося 14 августа 2018 года моста Маранди. В церемонии приняли участие президент Италии Серджи Моторелло, премьер-министр Джузеппе Конте, глава города Генуе Марко Буччи, губернатор Лигури Джованни Тотти, архитектор Ренцо Пьяно. Строительство моста продолжалось 12 месяцев. По словам премьер-министра Конте, построенный мост – это восхитительное творение итальянского гения, плод слаженного сотрудничества центральных и местных органов власти, бизнесменов и рабочих. Я в шоке. На открытие этого однокилометрового моста приехал не только губернатор МР, но и президент с премьер-министром страны. И его называют шедевром. И это несмотря на то, что один километр этого моста обошелся в пять раз дороже, чем один километр Крымского моста, который многие эксперты вообще считали, что построить невозможно. Ясно становится, что никакого моста, конечно, не будет построено. Ведь это не просто сложно, это невероятно сложно. И без международной поддержки сама по себе Россия этот мост не построит. Неоднократно возглашала, что Путин ла-ла-ла по этому поводу. Он отжал весь Крым. Который остров был, остров и останется. Никаких мостов и тоннелей там, естественно, никогда не будет по геологическим условиям. То есть до Керчи не будет этого моста быть. Нет, Крым всегда будет островом. Там 70 метров ило на дне. И когда идут льды с Азова в черное, то они сносят там все на своем пути. Просто кто хоть раз видел, они все прекрасно понимают, что не будет там никаких мостов. Вот так вот. Но больше всего меня убивают наши прозападные либералы, которые бегут к Варламову и взахлеб обсирают свой родной город. Вы лучше расскажите о проблемах в ваших семьях, о тупых женах, о бестолковых детях. Может от этого семейная жизнь наладится? Ведь семейные проблемы же нельзя замалчивать. Ну а для тех, кто так и не понял, о чем я здесь говорю и по-прежнему собирается свалить из России, я предлагаю крутой вариант. Я лично готов профинансировать вашу мечту. Купить вам билет в один конец, в любую точку мира, куда вы только захотите. Но при нескольких условиях. Во-первых, вы должны отказаться от российского гражданства, чтобы у вас потом не возникало желания вернуться на родину. Или как минимум не приезжать сюда на лечение и не лечиться здесь за мои налоги. Во-вторых, мы с вами снимаем ряд сюжетов о том, как вы уезжаете, как вы там обустраиваетесь. И самое главное, я приеду к вам через несколько лет, чтобы, так сказать, воочию убедиться, насколько вы глубоко погрузились в свою американскую или европейскую мечту. Ну что, готов уехать из России? Дерзай! Я готов это профинансировать. Меня зовут Евгений Мит и продолжение следует.